Буквально за месяц на пустыре возле деревни Мурзина выросли две водонапорные башни объемом по 90 кубов каждая. Скважина будет обеспечивать водой жители села Музяк и деревни Мурзина. В последнем населенном пункте воды вообще не было. Инженерные сети уже проложили системы проход гидравлических испытаний и промывку. И уже скоро вода появится в домах местных жителей. В раздолье большая проблема есть. Мы сейчас изыскываем возможности. Мы обследуем скважины близлежащие в районе пансионата, в районе санаторий-профилакторий «Росинка». Там у нас есть остаточные скважины, которые остались от башнефти. Ну и у нас еще здесь вот на этом территории еще 3-4 скважины есть. В общем, вода здесь хорошая. Может быть, в дальнейшем будущем деревня Раздолье, сельские поселения тоже будет с водой. Деревня Кадрейка, в частности, деревня Большая Мзя, где нет у нас сегодня центрального водоснабжения. У маленьких жителей села Мурзина тоже радостное событие. В рамках реализации партийного проекта на их игровой площадке появились новые снаряды и песочница, а также ограждения по периметру. Чтобы узнать, какие еще проблемы волнуют население Раздольского сельского поселения, навстречу к жителям приехал глава района. Люди поднимают свои какие-то вопросы, проблемы. И мы это берем на разработку и в дальнейшем будем использовать для улучшения жизни нашего населения. По водоснабжению, по дорогам, по газу проблемы есть. Есть вопросы по сельскому хозяйству. Благоустройство тоже важное дело. Я рад, что многое делается. И люди видят, что мы делаем. Ну, понятно, что хочется еще большего. Над этим тоже будем работать. Беседа с активом состоялась уже в сценах библиотеки, где жители могли задать наболевшие вопросы. Население переулка Речной и улицы Новый, села Раздолье, совместно с жителями улицы Набережная и Садовой деревни Большая Мзя просили решить проблему газификации. Рустам Мусин отметил, что на сегодняшний день проект готовится. На стадии проектирования пешеходная дорожка от остановки до школы протяженностью 2 километра. Без проекта мы деньги просить у Республики не можем. Там до копейки Брехов распишет столько-то метров, столько-то ширина, столько-то толщина и столько-то в рублях. Это стоит будет, поэтому конкретно можно просить. Но хотя бы, если в этом году или в течение зимы это они посчитают, было бы очень хорошо. Да, проект зима хотя бы сделать. Да, сделать, весне запустить. Я сказал уже, потому что она меняется, вот эти 2 километра, может быть, один год давно не осилим. В завершение встречи актив сельского поселения выразил благодарность депутату районного совета. Радиб Гореев подарил кушетку для фельдшерско-кушерского пункта и науглук детскому саду. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Врем новостей». Посмотреть, понятно, что и выбора.